Две минуты на то, чтобы добежать до пострадавшего и начать оказывать помощь. По легенде, у футболиста внезапная остановка сердца. Бригады у кромки футбольного поля на передовой. Именно они должны реагировать и действовать быстро. Тем более, когда на них смотрит весь мир. Ответственность, особенности работы под телекамерами, фотокамерами огромная. Здесь нет права на ошибку, как и нет вообще в медицине. Но в то же самое время есть крайне высокий уровень ответственности и готовности. Одновременно сердечно-легочной реанимации пострадавшего нужно унести с поля. Это делают короткими перебежками по 10 секунд. Футболисты, как правило, это тяжелые люди и их нужно уметь прокачать. Это не вот такой щуплый мальчик, у которого два раза нажал и у него все завелось. И нужна хорошая физическая подготовка. Выносливость повышают на стадионе и в спортзалах. Тренируются два раза в неделю. Во время матча на поле будут дежурить две бригады. В каждой анестезиолог-реаниматолог и три парамедика. Рядом врачи самых разных специальностей отрабатывают навыки непрямого массажа сердца. В роли пострадавшего манекен со специальным датчиком, чтобы во время спасения не сломать человеку ребра. Вот это значит мы сломали ребро. Чтобы отработать силу нажатия, вот это как бы нам дает знак. А как вы знаете, что он действует? Встаньте, пойдет. Шутки на учениях, а в бою все должно быть серьезно. На стадионе будут работать 18 медицинских пунктов, рядом дежурить больше 10 скорых. Врачи готовятся работать в самых разных ситуациях. Обмороки, переломы, черепно-мозговые травмы и ЧП с большим количеством пострадавших. В случае чрезвычайного происшествия с большим количеством пострадавших. Чтобы правильно расставить приоритеты, кому необходимо помощь оказывать на месте, кого в первую очередь транспортировать. Тренировки будут идти до марта 2018 года. Затем врачи начнут дежурить на стадионе Самара-Арена и других крупных объектах чемпионата. Валерия Макарова, Леся Корецкая, Дмитрий Мешканцов. События.